Если вы пойдёте против этой системы, вам не гарантирована никакая конституционная защита, потому что они руководят политикой, конституцией, деньги, политика, история, философия, филантропия, медицина. Всё находится в руках этих обществ. Нет ничего, чем не управляют эти общества. И помните, они ни правые, ни левые. И поэтому, если есть правосторонняя партия и левосторонняя партия, тайные общества руководят и теми, и другими. Это принцип Гегеля, логика Гегеля. Помните, что Маркс и Гитлер, крайние точки правой и левой стороны, они представили учебники, которые руководствовались одним и тем же учебником, логикой Гегеля. И марксисты, и нацисты были представителями одной и той же политической системы. Помните, что иезуиты говорили, что мы будем служить и на этой стороне, и на этой стороне. Будем создавать конфликты, напряжение, вызывать войны. Этот конфликт противоположностей очень необходим для того, чтобы вызвать перемены в мире. Сегодня этот процесс вы можете отследить в литературе, и когда предлагалась перемена, они употребляют термин «управление конфликтом». Конфликт очень необходим для того, чтобы возникли перемены. Люди должны отдать свои права государству. Вы видите, как это происходит сегодня в США? Несомненно. Государство требует полного повиновения, и человек не может существовать для себя в таких системах, но только для того, чтобы выполнять роль и функции государства. Именно так происходило время нацизма. Хегель и Кант — это два философа, которые стояли за этой системой. Я был четыре недели назад в Европе, в Германии. Я был потрясён. Президенты Германии положили венцы могилам этих людей и сказали, «Их философия способствовала возникновению новой Европы, и они отдали им честь». Это ужасная, которую можно назвать и сатанинская философия. Главный принцип иллюминатов — цель оправдывает средства. Это принцип и групп, и ордена, черепа и костей. Это значит, что вы можете сделать всё, что необходимо для того, чтобы достичь свою цель. Внешний круг, внутренний круг и самые посвящённые. Внешний круг — это Совет международных отношений, трилатеранская комиссия, была основана Рокфеллером в 1973 году. Операция «Банди» — это операция, которая направлена на создание нового мирового порядка. Джордж Буш, который был членом «Черепа и костей», говорит, что главная цель — это новый мировой порядок, в котором все нации смогут слиться в одном деле, и только Соединённые Штаты должны отвечать за мораль и состояние общества. Не кажется ли вам, что они хотят подчинить все страны мира и ввести их в эту систему? Как вы думаете, возможно ли это, что эти страны отдадут свою честь женщине, которая правит ими? Как вы думаете, кто правит ими? Иезуиты. И согласно учению иезуитов, в чьих руках должна быть вся власть? В руках папы.